Найти способ обратить на себя внимание во всем многообразии и великолепии, представленным регионами большой страны, задача непростая. Наши города сделали ставку на интерактив и не прогадали. Зрители с огромным удовольствием становились участниками выставки. В числе первых себя показал Лангепас. Приезжайте к нам в Лангепас, милости просим. Всегда рады гостям, всегда рады с вами делиться своим теплом. Несмотря на то, что у нас холодно, мы всегда готовы людей встречать. У нас всем будет тепло и уютно. Лангепасцы создали атмосферу тепла и уюта даже в нескольких тысячах километров от родного города. Первое, что привлекало внимание – огромный мамонт, которого можно было оживить при помощи QR-кода. А дальше, собственно, интерактив. Вместе с хантыйскими мастерицами своими руками можно было создать национальную куклу. Акань называется. Вот так она выглядит. Каждый желающий из любого города России может прийти попробовать эту куколку. У нас различные заготовки разных цветов, которые, собственно говоря, олицетворяют какое-то настроение. Кстати, одну из игрушек своими руками сделала губернатор Югры Наталья Комарова. Эту поделку в качестве приза за победу в викторине Лангепасе выиграл юный житель Челябинска. Здесь же мастер-класс по изготовлению белок. Гости хоть и работали по одному шаблону, но одинаковых изделий не было. Есть профессиональная рука. Есть рука взрослого карандашами. Есть детки делают. Разные варианты. Ребята с большим интересом, делая вот эти открытки, открывают для себя перевод названия города Лангепаса. Им очень интересно узнать, что, оказывается, Лангие переводится как Белочка, а Лангепас не иначе, как Беличье угодье. Не протолкнуться было и у Покачевской площадки, где гостям предложили своими руками создать сувениры, стилизованный под тематику коренных народов Северокулон и ботанический барельеф, способный украсить любой интерьер. Все, что планировалось предложить гостям, сперва нужно было опробовать дома. И если глина, кожа, картон и другие материалы доступны и были закуплены, то вот мех, который должен был быть натуральным и, что называется, местным, пришлось добывать всем миром. Просили знакомых поискать в сундуках старые вещи. И проблема была решена, хоть и добавила немного работы. Сложнее, конечно, работать с мехом, даже не с кожей, потому что приносят готовые изделия старые уже из дома, мы попросили родителей принести. То есть это изделие надо для начала распороть, это все вытряхнуть лишнюю пыль, все счистить щеточкой, а потом мы уже можем использовать данный мех. Нужно отметить, что задуманный мастер-класс был рассчитан на участие в нем людей абсолютно любого возраста. И ожидания вполне оправдались. И взрослые, и дети с удовольствием пачкались в глине и начесывали мех, чтобы сделанный своими руками сувенир остался в памяти со словом Покачи. Секция Коголыма включала в себя несколько локаций. Посетители увидели виртуальный тур по культурной столице Югры. Главные тревел-бриллианты города, комплекс «Галактика», филиалы Малого театра и Русского музея, научно-образовательный центр, музыкальная школа имени Александры Пахмутовой – все это вызвало заметный интерес со стороны потенциальных туристов. Не пустовали и интерактивные секции. Рисование нефтью на холсте, оформление сувениров, техники линогравюра, принтирование фоторамок. Очень было удивительно, насколько они с интересом слушали о нашем городе, участвовали в наших мастер-классах. Мы дали возможность порисовать нефтью. То есть они создавали на холсте свои удивительные рисунки, если так можно назвать. И уходили с огромными положительными впечатлениями. Хореография, настольные игры с изучением истории края, мастер-классы народных промыслов – все это урайцы готовили в Москву. Форма презентации в основном интерактивная, чтобы посетители выставки запомнили югорский урай и сибирские традиции. Один из элементов программы – рассказ об обычаях коренных народов Севера. Это было доверено сделать Анне Изюмовой, и она справилась на отлично. Паша Олан, Вуча Волаты, здравствуйте. Вас приветствует Югра. Сегодня на стенде Югры Ханты-Мансийского автономного округа работает город Урай. И я рада приветствовать вас на нашей Кандинской земле. Пойдемте. Здесь мы представили не только богатые недра Сибири, но и традиционную культуру. Мы приглашаем всех на наш праздник, который состоится весной – это Вороний день. Работа делегаций наших городов на ВДНХ завершилась, но впечатлений хватит надолго как участникам международной выставки форума, так и ее посетителям. В том числе и жителям столицы, которые думали, что видели все. Замечательная вообще экспозиция, мастер-классы уникальные, очень насыщенные. Нет таких вообще ни на каком другом. То есть нам очень понравилось, мы в восторге. У вас очень богатый край. Константин Цыганенко при содействии коллег «Наши города». Продолжение следует...